Не так, как все. Будущее креативных индустрий обсудила Наталья Комарова с предпринимателями, представителями сообщества, руководителями муниципалитетов и окружных ведомств в рамках тематического эфира «Губернатор онлайн». Речь шла о финансовой поддержке креативных видов деятельности. В частности, одной из самых перспективных назвали гранты. Посол доброй воли ООН по промышленному развитию Вероника Пешкова отметила, что в постковидный период креативные индустрии развиваются намного быстрее. Она подчеркнула, что в России сейчас этому виду уделяют большое внимание, в том числе направлениям, что основаны на наследии и традициях. Уверен, что есть чем гордиться и поделиться с другими городами и странами. И Сургут, наш муниципалитет, хочет войти в программу ЮНЕСКО «Сеть творческих городов». Она была создана в 2004 году. Главная цель проекта – расширение сотрудничества. Действительно, потенциал Сургута готов участвовать в этом международной программе. В каждом из семи творческих направлений программы ЮНЕСКО нам есть что показать. Но мы считаем наиболее перспективным следующее направление. По направлению музыка. Оркест в 60-й параллели объединяет музыкантов и городов в 60-й параллели разных стран для создания и исполнения совместных музыкальных программ. Фестиваль искусств «Зеленый шум» в 60-й параллели – уникальные творческие площадки, входящие национальным передачам событий России. Наш город в музыке также хочет представить проекты «Школьный оркестр», «Филармония для школьников». В других направлениях это могут быть «Дом черного лиса», «Фестиваль соцветия» и «Мангазейский ход». Программа сделана в Сургуте и новый проект «Под парусом в Сибирь». Сеть творческих городов ЮНЕСКО уже объединяет 246 муниципалитетов из 80 стран. Ближайший отбор кандидатов запланирован на будущий год. В Министерстве иностранных дел России выразили готовность поддержать Сургут в оформлении заявок. Обсуждали на тематическом эфире и поддержку туристической отрасли. Сейчас в регионе запущены образовательные программы по повышению качества услуг, формированию новых турпродуктов и адаптации к новым условиям ведения бизнеса. В 2021-м в Югре появится ряд новых финансовых мер поддержки предпринимателей этой отрасли. Мы с 2021 года запускаем субсидию на реализацию проектов в сфере внутреннего везданого туризма. Будем компенсировать до 80% затрат, но не более 3 млн. рублей на такие проекты. Будем субсидировать 50% туроператорам автономного округа. Это возмещение на транспортное обслуживание при организации экскурсии и путешествия на территории автономного округа. Ну и последнее, это тоже субсидия туроператорам для возмещения затрат на участие в региональных международных туристических ярмарках и конференциях.